Полезный город Как? Расскажет нам адвокат Александр Гнатов, член Кировской областной коллегии адвокатов, юрист, который специализируется на экономических делах. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Рад снова быть в этой студии. Бытует миф, что у нас Москва является неким налоговым офшором, налоговым раем или неким убежищем для налоговых правонарушителей. Это, конечно же, не так. Допустим, налогоплательщик стоял, возьмем, к примеру, в нашем регионе. Ну да, о нем мы хотим говорить поближе к нам, нашей истории, соблюдением всех тайн, которые положены законом. Конечно, само собой. Вот он находился на налоговом учете в городе Кирове, приобрел недвижимость в городе Москва, в общем-то, в столичной новостройке и решил на радостях туда переехать и сняться с налогового учета. Вслед за этим к нему пришли инспектора, уже местные, и сказали, дорогой друг, в отношении тебя мы открываем выездную налоговую проверку, потому что в отношении тебя поступили материалы из города Кирова. И эти материалы свидетельствуют о том, что вот тобой создавалась схема уклонения от уплаты налогов. Да, вот, в общем-то, мы хотели бы как-то это подсветить и хотели бы, чтобы ты эти налоги уплатил в бюджет. А до этого с Кировской и ФНС были какие-то взаимоотношения, скажем так, у этого ИП по части проверки? Проверки открыты никакие не были, он здесь осуществлял деятельность, деятельность вполне легальная, она лежит в правовом поле, создавал рабочие места, ну и, в общем-то, как-то крутился точно так же, как и все остальные предприниматели. Ну вот сейчас проводятся мероприятия налогового контроля, это выездная налоговая проверка, ну, в настоящее время мы смотрим, держим руку на пульсе и работаем в тесном взаимодействии с налоговым органом города Москвы. Мы надеемся на скорейшее завершение этого процесса и минимальное доначисление, даже если таковые и будут. А вы, как юрист, каким образом участвуете вот в подобных делах? Мы представляем интересы нашего доверителя, мы с ним консультируемся, точнее сказать, он с нами консультируется по поводу того, каким образом отвечать налоговому органу, как именно предоставлять, формировать документы, какую позицию занимать по тем или иным вопросам. Мы консультируем по вопросам налоговой безопасности, что это имеется в виду, делаем аудит тех взаимоотношений, которые налогоплательщик ведет с своими контрагентами и указываем его на какие-то болевые точки, где, допустим, он не проявил, к примеру, должную осмотрительность или, допустим, взаимодействует с сомнительным контрагентом. И пытаемся каким-то это образом исключить, так скажем, ну, призвать его исполнить все налоговые обязательства перед российским бюджетом. Вы упомянули минимальные доначисления, то есть как будто вы уже готовитесь к тому, что что-то будет, то есть до сих пор работает вот это вот, что если мы к вам пришли, мы там с пустыми руками не уйдем. Это очень хороший вопрос, вы знаете, я без сомнения выскажу только свое мнение, что если налоговая инспекция потратила на вас, а, это время, б, это ресурсы, ц, это определенные усилия, конечно же, она придет к какому-то результату. Результат этот будет выражен в доначислениях. Но не секрет, что налоговая инспекция не ходит просто так. Конечно же, есть определенный рискориентированный подход, и налоговая служба прекрасно для себя представляет, где какие болевые точки у того или иного предпринимателя существуют. В отношении предпринимателя всегда проводятся определенные мероприятия предпроверочного анализа, то есть налоговая инспекция до назначения выездной проверки уже примерно представляет для себя, какие именно будут выявлены правонарушения и какой будет результат доначисления по результатам этой проверки. Поэтому, да, я скажу вам, что когда налоговый инспектор пришел к вам с налоговой проверкой, то крайне вероятно, что он идет оттуда с большими доначислениями. Точнее сказать, вы останетесь с этими доначислениями. Можем мы топ-3 каких-то опасных или сигнальных моментов для налоговой обозначить? Мне вот кажется, почему-то, не знаю, может быть, я не права, что если вы работаете в лесной сфере, ждите в гости регулярно. Наверное, знаете, вот все-таки стоит обратить особое внимание добросовестности при исполнении обязанности налогоплательщика, что это под собой несет. Вот работа с сомнительными контрагентами – это всегда плохо. То есть, если это фирма-однодневка, либо это индивидуальный предприниматель, который не ведет реальной экономической деятельности, это всегда плохо. Это выявляется, есть определенные алгоритмы, выявляется это все в электронном виде, и есть специальная компьютеризированная программа. Сейчас-то новая программа АИС-налог-3 и АСК-НДС-2, которые в настоящее время работают, они функционируют, программные учреждительные комплексы. Второе – это, наверное, то, что любой индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, являясь участниками экономической деятельности, пытаются минимизировать свои налоги теми или иными способами. Но есть определенная планка налоговых отчислений. Вот если отрасль, допустим, возьмем, к примеру, торговлю, в торговле не должно быть, к примеру, менее 2% налоговых отчислений. То есть это правда, что в зависимости от того, какая у вас сфера, вы должны такую-то цифру показывать, иначе вы вызываете подозрения? Ну, жестких императивных требований, разумеется, таких нету. Но вы правильно отметили, что есть общая температура по больничке, которую, в общем-то, должен выдерживать предприниматель. Если он ее не выдерживает, то налоговый орган смотрит, почему остальные ее выдерживают, а этот не выдерживает. Третий немаловажный момент, на мой взгляд, это, опять же, возвращаясь к выбору контрагента, при выборе контрагента все-таки нужно собирать тот пакет документов, который необходим, все-таки без бумажки, как говорится, ты букашка. И добросовестность в том числе подтверждается и какими-то определенными документарными обстоятельствами. Переписка будь то, либо, не знаю, сведения о том, что вы проверили этого контрагента на сайте налоговой службы, по сайту арбитражного суда, к примеру, или еще где-то. Все эти тонкие места мы выявляем, указываем на эти неточности, на эти несостыковки и пытаемся с контрагентом, как-то с нашим доверителем, работать и выходить в правовую плоскость. Поговорили мы про переезды отсюда, из Кирова. Но вот буквально новость последних пар дней от городадминистрации. Они проводят вместе с налоговой работу по расширению налоговой базы. За прошлый год 18 миллионов рублей таким образом получил бюджет. Интересный момент. Помимо того, что там принуждают заключать договоры с сотрудниками, повышать зарплату официальную, хотя бы домрод, впервые попалась мне такая вещь, что если у компании иногородней есть муниципальный контракт с Кировым, к ней приходят и говорят, будьте добры, зарегистрируйтесь у нас здесь и платите налоги тут. Вот вам с чем-то подобным приходилось сталкиваться? Это нормальная практика или тоже какой-то элемент манипуляции может быть? Ну, у нас в Конституции прописано, что Российская Федерация является единым экономическим пространством. И неважно, где ты зарегистрирована, в Башкирии, в Свердловской области, либо в городе Героя Москва, ты можешь работать на всей территории России. Единственное условие ставится, что если ты здесь работаешь на постоянной основе, у тебя есть здесь, допустим, какие-то работники, сотрудники, может быть, какие-то материальные активы, то необходимо, конечно же, регистрировать, к примеру, филиал, либо какое-то обособленное подразделение, то есть ты как-то должен урегулировать это в правовой плоскости. Конечно, нашим с вами властям не нравится, что, допустим, тот же НДФЛ, еще какие-то налоговые отчисления идут в бюджеты, допустим, того региона, где стоит на учете налогоплательщики. И, конечно, они, я думаю, что имеют полное право побуждать налогоплательщика к регистрации здесь. В какой форме эта регистрация будет в виде переезда, либо в виде обособленного подразделения, конечно, решать самому. Ну и, опять же, никто не может никого заставить, все-таки есть определенная доля, элемент свободы. Спасибо. Говорили о налогах, исполнении своих обязанностей и неперегибах. Спасибо. О свободе, контроле и налогах говорили с адвокатом Александром Игнатовым, членом Кировской областной коллегии адвокатов. Полезный город